13.06 в Кирове, это действительно программа «Особое мнение». Сегодня её ведёт Светлана Занько. Всем добрый день. И я приветствую в нашей студии депутата Кировской городской думы Владимира Журавлёва. Это его особое мнение. Вы будете сегодня слушать. Владимир Вениаминович, добрый день. Добрый день. Ну что, вот даже газета Independent, интернет-издание британское, сказала, что Россия не знала таких побед с 1945 года. И даже господин Песков сравнивает это с такой же большой победой. А вы что думаете по этому поводу? Мы говорим о чемпионате мира и о победе российской сборной вчера на сборной Испании. И выходом в четвертый. Какой повод в одну восьмую финал? В одну восьмую выошли? Нет, в одну четвёртую. В одну четвёртую. Вот видите, вы больше болельщик, чем я, так? Ну, во-первых, вопрос был газете Independent. Мы понимаем, что против нас ведётся и велась. То есть мы не должны быть наивными. Люди во всём мире существуют. Ну, я не называю это войны. Их там условно-информационная война, экономическая война. Это конкуренция, о которой говорил... Вот мы забыли старый апостолов, чем была идеологическая система Советского Союза сильнее. У нас, конечно, были недостатки огромные, но и что было сильно? Это мы экономически были, вот знаете, в теории, были подкованы. Это, во-первых, то, что создали Маркс, потом Ленин, там, философию. Подождите, вы к чему сейчас помните? Я к чему? Я к чему? Мы живём в мире конкуренции. Экономика, она находится и идеология, в том числе, это конкуренция. То есть мы убрали коммунистическую идеологию, да? Но свою идеологию новую не создали. Вот сейчас победа нашей сборной в 1-8 финал и выход в 1-4 говорит о том, что у нас идеология и идеологическая работа снова на уровне. И это помогло нашей сборной в 1-8. Нет, хочу я скажу, вот, я считаю, что я разбираюсь в футболе, на определенном, на обычном уровне любительском, но я понимаю в футболе. Нам повезло, давайте говорить откровенно. Команда у нас средняя, тренер неплохой, то есть тактику огромную. То есть я поддерживаю тут слова экспертов, которые говорят, ну, мы выбрали правильную тактику. Но будь более удачливы, испанцы, им просто не повезло, понимаете? Вот я вижу, в футболе, особенно в чемпионате мира, все с отдачей борются, а кому-то везёт, кому-то не везёт. Так, значит, победа нашей сборной – это непродуманная работа нашего тренерского состава и не духоподъёмная идеологическая направляющая, которая в последние годы присутствует везде, там, пропаганда по телевидению, фильмы, которые говорят о победах нашего спорта и победах в космосе, что было в Советском Союзе, а просто чистое везение. Ну, я хочу сказать, что в данном случае, конечно, во-первых, помогло количество болельщиков, когда на домашнем мундиале, на домашнем чемпионате мира тебя колоссальное количество поддерживает. Я верю в энергетику, люди, вот они рядом, на стадионе, такое большое количество. На самом деле, психология – это очень важная вещь. Многие там, знаете, вот как мантру, а я верю в то, что человеческая мысль, она работает как прагмутирующий такой определённый элемент. И когда из 80 тысяч, которые присутствуют в стадионе, там, 70 тысяч болеют за тебя и желают победы, то есть вот эта ментальная сила, она воздействует. Нам было легче. Владимир Владимирович, вы же понимаете, что я задаю вопрос не с тем, что мы с вами обсудили тактику и качество российской сборной, а с тем, чтобы оценить, во-первых, важность и действительно оправданность этого чемпионата мира, который вызывал столько критики. И достаточно вспомнить, сколько было сведений о распилах, об откатах и о неправильном использовании средств на стадион. Ну и что это ещё нам даёт? То есть вот этот чемпионат мира и эта победа? Ну, во-первых, конечно, в чемпионат мира и в средствах этих 11 стадионов мы должны смотреть на мир, что там есть и чёрное, и белое. Но мы должны критически относиться к белому и к чёрному. Я хочу сказать, что это великое дело. Мы построили 11 стадионов прекрасных, но у меня критическое отношение к уровню футбола. В России вообще КФПЛ, к уровню игроков наших. Ну, молодцы. Вы знаете, вот складывается. Мы, русские, умеем собираться. В данной ситуации мы собрались. Но я хочу сказать, что повезло в этот раз, в этом матче. Кто смотрел игру, ну, смотрите, когда ушёл Дзюгл мы даже не могли перейти толком на другую территорию. Понимаете, да? Уровень футболистов испанских, он, ну, это, я считаю, одна из лучших сборных. И она могла претендовать на выигрыш. Но, понимаете, вот жизнь и футбол, это ещё какая-то сила, которая составляет, ну, я его называю, там, богом футбольным и так далее. Он был не на стороне испанцев, не на стороне немцев. Тоже замечательно. Опять вы про удачу. Давайте мы всё-таки про пользу или вред. Я хочу сказать, что к этому нужно относиться, к этой победе правильно. Нам повезло. Всё, это мы поняли. Да, всё, не более того, и праздновать её как, а вот как раз, вот, как сравнение того, что праздновать как победу. В 45-м году мы так-то положили 20 миллионов жизней, а то, говоря даже, по некоторым данным, 30 миллионов. Вы считаете, не очень корректно это сравнение? Конечно, несравненно. Хорошо. Англичане, знаете, они нас задирают. Они нас просто задирают. К этому надо относиться правильно. Не объявлять англичан врагами. Они всегда подзуживали. В 1812-м, в 1914-м году первой мировой. Британская доспорная есть на чемпионате? Конечно, есть. Она пока играет, но я хочу сказать, что они тоже футбол показывают. Классные игроки, лучше наши, если брать каждого отдельно, технически, они стоят дороже. Но вот футбольной командой какой-то, ну, такой вот поразительный. По крайней мере, я считаю, я их бы ниже поставил и испанцев, которые вылетели, и немцев, которые вылетели. Ладно, смотрите, но народ все-таки радовался. И радовался не только в Москве, где на протяжении всего этого времени, с момента старта чемпионата мира, просто народные гуляния и, наверное, Олимпиада 80, и Олимпиада молодежи и студентов, вспоминая, мы как бы вспоминаем все вместе взятое, да, но давно таких не было событий. В Кирове, в Кирове вчера после победы было очень много празднующих, и после этого в социальных сетях большое количество комментариев и постов, что в отличие от других городов, не только в России, у нас не было организовано ни одной фан-зоны. Мы хотели обсудить с вами эту историю, но господин Шульгин, Илья Вячеславович, сети-менеджер, нас с вами опередил и сегодня на оперативке утренней уже дал распоряжение рассмотреть возможность создания фан-зон в Кирове. Вы с этой идеей согласны или против нее? Я хочу сказать, что, например, ваше радио выступило одним из таких критиков городской власти, что, ребят, так-то чемпионат мира, и мы в нем вроде бы играем, и вы не организуетесь. То есть мы, как бы, знаете, чемпионат мира. Это мимо. Мы с критиками не выступали. Ну, в хорошем смысле. Это наши коллеги. Вот Лена Жолобова, главный редактор, Кировская, написала большой пост. Я знаю, что Илья Вячеславович ее телеграм-канал читает. Не знаю, на кого он отреагировал или сам отреагировал. Я думаю, что Илья Вячеславович отреагировал сам. Мне вообще не нравится уровень наших чиновников от спорта. У нас провал не только здесь. Мы в прошлом году потерялись... Так, погодите. Сначала. То, что сказал Шульгин. Это хорошо или плохо? Это хорошо. Это шаг вперед. Но, значит, Илья Вячеславович готов шагать в будущее, в 21 век. А те спортивные чиновники, я считаю, и министр спорта, правительство области, и глава департамента спорта, они, Сима Брежда Юрьевна, они ничего не делают. Просто, понимаете, они не развивают, они просто ничего не делают. Смотрят на все происходящее. Вместо того, чтобы они должны совершать действия. Вот последний министр... Правильно я вас понимаю, что господин Барлинов, который является министром спорта, да, и не только молодежной политики и прочее, он должен был подготовить... И когда я его критиковал, он хороший человек, но как министр, фан-зона должна появиться. Мало того, он не должен давать, не перестать играть ни в футбольном клубе «Родина», ни в футбольном клубе «Динамо». Не может, не знает как, нечего соваться на эту долю. У нас есть футбольный клуб «Родина». Хоккейный клуб «Родина», футбольный клуб «Динамо». Последним министром, которого я поддерживаю, Слава Владиславовна, если вы слышите, я хочу вам... Медведева. Да, Медведева. Хочу вам как бы передать привет и сказать, что вот человек, который на своей... Хотя она тоже критиковалась очень много многими людьми, но она сделала столько за свои там, не знаю, 4 или 5 лет, столько объектов, я их перечислю. У нас появился легкотетический манеж благодаря ей. Бассейн в парке на Коневском, да? Мастер. Появился лыжный стадион, были деньги пробиты под трамплин. И все эти программы вот сейчас, они действуют, но это было заложено. И вот министр, который за ее время появился в дворе Синоборс, вот это 100%, ее заслуга и получение денег. Вот человек, вот 5 объектов. Смотрите, министр у нас нынешнего села, был исполняющий обязанности. Что произошло здесь? И я хочу сказать, что вся инициатива, она исходила из правительства области. На уровне города у нас недостаточно даже спортивной инфраструктуры. Мы два года назад, как депутаты, делали запрос в счетную палату, и счетная палата сказала, что у нас с учетом всех, и частных школ, и всего, у нас 30% всего лишь обеспеченность города спортивной инфраструктуры. То есть недоработка. А мы там, знаете, какую-то делаю популярность, что там, значки ГТО, все как-то, знаете, вот так вот, ну, немножко показушно. Вы считаете, что Барминов провалил подготовку к чемпионату мира с точки зрения, ну, не знаю, зрелища, что-то еще? А кто? Во всем мире, в России идет чемпионат мира, в других городах, там, наших, рядом соседей, Нижнем Новгороде, Казани, там, в Кусе-Екатеринбурге, проводят игры, а мы, у нас даже стадион, у нас даже футбольный клуб пропал. Мало того, наши соседи, например, пермики, они не получили право, хотя заявлялись на стадион такого же, на проведение чемпионата мира, но они получили, по-моему, там, 2 или 3 миллиарда, обновили свой стадион АМКА. Что вот сейчас Георгий Барминов делает после всего этого? Если не знает, как развивать спорт, не ищет выходы, ну, пока, наверное, честно взять и встать и уйти с этого поста. Ну, погодите, дайте шанс еще, пожалуйста. Ну, не портите себя, погодите, сколько уже можно? Можно воспользоваться как-то этой вот ситуацией с чемпионатом мира? Очевидно же, что отыгрывать эту историю будет еще долго правительство Российской Федерации. Ну, это понятно. Потому что уже сейчас можно сказать, что мы успешно провели в смысле своей игры чемпионат мира, да, первая победа за сколько-сколько десятков лет. Вы знаете, я соглашусь, что у нас главная победа, так-то, главная победа, это вот сам проведение чемпионата, действительно атмосфера, территория, наша организация, вот за что нам можно гордиться. А игра в футбольной сборной, ну, вот на везение. Кто понимает футбол, я обсуждал с экспертами, бывшими игроками нашего футбольного клуба «Динамо», там, со многими увлекающимися, серьезно занимающимися футболом, все это понимают, что... Владимир Вянимович, сейчас у нас будет полминуты перерыва, я хочу просто, чтобы мы добили, забили пару голов в этой теме. Хотелось бы конкретных предложений и по фан-зонам, и потом по тому, как отработать чемпионат мира на уровне области, если вы считаете, что мы его не отработали. Перерыв. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня свое особое мнение высказывает Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы. Итак, все-таки конкретные предложения. Мы начали с фан-зоны. Где тогда? Вы поддерживаете решение Шургина создать фан-зоны? Конечно, полностью поддерживаю. Где считаете, нужно их создать? Ну, это в каком-то месте. Это может быть какая-то площадь у парка. Нет, конкретно, давайте. Ну, я бы на театральной площади сделал. На театральной площади. На центральной, конечно. Это лучшее место. Мало того, у нас здесь есть... Кстати, вот того экрана, который у нас не было, мы, Илья Вячеславович, который мы обсуждали с вами. Вы знаете, на 9 мая и на день города арендуем вот этот экран за большие деньги. Надо купить... Экран, который висит на Возе, на вашем обороне. Да, можно здесь, можно так использовать. Просто есть вопрос... И купить под это дело экран? Под создание фан-зоны? Ну, если, знаете, сколько заплатили за один день на 9 мая вот эту аренду экрана? 350 тысяч. А сколько стоит экран? Ну, миллион примерно. То есть, организовать фан-зону и купить экран? Да. Да, хорошо. Так, теперь, как отыграть чемпионат мира с точки зрения реабилитации Георгия Бармана? Что, вы думаете, он может сделать? Я хотел бы его дать, ему самому шанс. Я буду учить заставлять министра, но смешно. Сам пускай придумывает? А вы думаете, кстати говоря, после чемпионата мира все забудется? Или правительство Российской Федерации воспользуется этой историей и начнет какие-то новые программы? Вот давайте я хочу сказать, что федеральное правительство нам дает какие-то возможности. Но я хочу сказать, что правительство как области, так и города многими программами просто не пользуется. Понимаете? Правительство федеральное не может думать, что у нас происходит. Он не может прибирать наши улицы. Оно не может строить нам школы, детские сады. Мы должны сами инициировать процесс. И если необходимо, выходить с предложением, чтобы нам из федерального бюджета давались деньги. В области эскорта на что нам? Какие программы у вас пользуются? Ну вот если брать футбол, нам нужен новый стадион Динамо. Его нужно строить рядом с легкотерическим манежем. Там позволяют территории, и это в центре города. А что со старым делать стадион? А вы в курсе, что у нас к 2024 году есть план развития? Вот этот старый стадион, его невозможно рекоменструировать. И самое главное, его не можно использовать как современный, потому что нет подъездных площадок и стоянок автомобилей, транспорта. Сюда может прийти только пешко. А есть программа такая, кстати, очень интересная. Вот снести этот полностью стадион Динамо и здесь сделать торговую площадь. Это так-то было раньше центральная площадь города Вятки. Как старинные Вятки, да. Да, и вот сразу вид на парк Александровский открывается, на монастырь Ноженский, на старое здание вот этой нашей городской думы. То есть под это дело, под удачно проведенный чемпионат мира, попросить денег на новый стадион Динамо и построить его около легкоатлетического манежа. Да, современный, с полезными. А старый стадион снести и устроить. Ну это в программе есть, кстати, когда мне первый раз сказали, вот что снести стадион Динамо, я сам на нем вырос, занимался спортом. Я, знаете, как бы сначала негатив, а потом, когда мне показали проект вот этого нового стадиона и то, как выглядит вот это на место стадиона Динамо торговая площадь, у нас вот исторический облик сразу заиграет. Мы вообще просто понимали, как небо от земли. Мы готовили как раз еще при господине Драном, которого все время грозились посадить, а потом подружились. Погодите, я здраво никогда не подружился, мало того, я ему говорю, что водовод это его... Так, подождите, водовод оставим. Все с предложением понятно. Напоминаю, что это особое мнение Владимира Шуалева, депутата Кировской городской думы. Обсудите это, кстати, на Кировской городской думе. Мы это уже обсуждали. По водоводу? Вот сейчас, не по водоводу, а по стадиону. А это существует программа, которую мы еще приняли в 2013 году, она работает. Ну вот самое время поднять снова этот вопрос. Я уже говорил, Лея Вячеславович, нам нужно на стадион согласиться. Будете поднимать на городской думе этот вопрос? По стадиону? Да. А мы на прошлой как раз думе, я, Лея Вячеславович, задавал вопрос и сказал, Лея Вячеславович, не забывайте, что у нас в программе есть вот этот 5000-й стадион современный, стоимостью где-то от 500 миллионов, там, в зависимости от инфраструктуры до миллиардов. Вот и хорошая причина, хороший повод для депутатов городской думы самим найти эту программу и эти деньги. А я обязательно обещаю вам еще раз поднять, еще раз запомню. Я так-то вопрос по футбольному клубу «Динамо» и по «Номо» и «Стадиону» последние там два года, я постоянно... Это правда, и даже в наших эфирах тоже. Да, программа особое мнение. Ну вот смотрите, одновременно с этими замечательными победами идут ведь и другие грандиозные мероприятия, я бы так сказала, в нашей стране. Одно из этих мероприятий называется пенсионная реформа, дьявольская реформа. Как ее обозначил господин Костин, представитель ЛДП в нашем областном законодательном собрании. А вы каким емким выражением могли бы обозначить обсуждаемую или даже принимаемую в стране пенсионную реформу? Ну я, наверное, словами никакими не буду объяснять, я просто попытаемся разобраться в сути. То есть здесь, знаете, как бы суть истинна, она как всегда в деталях. Давайте пытаться разбираться. Во-первых, я говорю, что мы, как всегда, вот к этому предельству большое у меня недоверие к Дмитрию Анатольевичу, я вообще бы рекомендовал ему идти в отставку. Я не считаю, что можно нас куда-то привезти в то, нужно русло и сформировать нормальное предельство. Во-первых, ее нужно было проводить, вот послушайте меня, 2002-2003-2004 год, по возрасту, но сделать это более мягко. А мы упустили, понимаете, 18-15 лет мы упустили. И болезнь, вот которую мы называли, вот эту, которая сегодня есть, она затянулась. И сегодня у нас просто в пенсионке онкология, поэтому все побежали, все оттягивали, все затягивали. И это, я считаю, вот их прямая ошибка нынешнего правительства федерального, которое находится там у власти последние 10-15 лет. Вот это ошибка. Сегодня это необходимость, то есть, которую, знаете, надо просто ехать дальше никуда. Или отрезать ногу, или мы дальше не пойдем. Это уже я как экономист говорю, сами затянули. Но с другой стороны, мне не нравится сам вот эта реализация опять. Назвали возраст, да, вроде бы, я даже, может быть, согласился бы с возрастом, но как это все сделано дальше. Вот я как, ну, когда-то мы будем с вами пенсионерами, вот я вижу, что вот та часть, которая накопительная, да на них никто не смотрит. Вот у меня недавно бухгалтер, вот буквально, она в течение года в феврале собиралась один из бухгалтеров на пенсию. И она посчитала, я говорю, вот, а посчитай, пожалуйста, мне, вот если бы я, например, сейчас выходил, при моих вот этих, она все эти коэффициенты собрала. Вы знаете, какая ситуация? Вот обычный бухгалтер, или я когда там получил огромные налоги, у меня разница в, у него где-то получалось 10 с копеечками, и нынешняя пенсия, а у меня, несмотря на то, что я там плачу, ну, там, сотни раз больше налогов, у меня всего на 1700 рублей больше. То есть, получалось, где-то я буду получать 12 100. И какой смысл, я сам, честно говоря, не надеюсь на нашу пенсию, давно уже понимаю это, 12 100. А вот та накопительная часть, та накопительная часть, которая, она как бы, ну, вот, существует, она несправедлива. Давайте дадим возможность людям, реальным пенсионерам, кто может там получать зарплату 50, там, 100 тысяч, ну, например, может там 20-30 тысяч они будут в накопительную часть, но чтобы она потом не разворовывалась, понимаете, или бездарно тратилась очередным правительством страны. Вот эта часть, она до сих пор отсутствует. И я теперь понимаю возмущение, как людей, с одной стороны, которые резко их, знаете, там, отодвинули по возрасту, мне понятно. В то же время я, с одной стороны, понимаю правительство, что им просто плыть дальше некуда, но в то же время та часть структурная, разложите нам все, ее нет. Я это вижу очевидно. Депутаты областного законодательного собрания на минувшей неделе проголосовали за пенсионную реформу, которая была предложена правительством, мотивируя свое такое единое голосование, как всегда, тем, что еще можно вносить предложение. Какие бы предложения вы внесли? Вот, ну, во-первых, ее надо откладывать и пересматривать, там, сейчас структура не проработана. Вот, знаете, финансовая часть, о которой большинство людей не видят, и то, как это будет исполняться. Мы принимаем документ, который будет, там, работать с перспективой, ну, 10, 15, 25, 30 лет. На какой срок откладывать прорабатывать? Я не знаю, ее просто покатить программу и структурой. До осени успеем проработать? Ну, если взяться, то, конечно, можно и за месяц, за два, за три сделать, но пока нет структуры. То есть могут, собственно говоря, справиться. Хочу сказать, что депутаты ОЗС приняли, ну, вот, логика проста, давайте не будем наивными людьми. Кто предложил? Дмитрий Анатольевич Медведев. Он одновременно и представитель правительства, и одновременно возглавляет партию «Единая Россия». В партии «Единая Россия» у нас большинство в государственной думе подавляющее, в ОЗС, в городской думе. У них партийная дисциплина. И вы верили, что кто-то чего-то где-то будет? Мало того, я хочу сказать, что это был такой цирк принятия, вот, я наблюдал очень внимательно за ОЗС, как люди голосовали за эту. Большинство единороссов – это хозяйственные руководители. Это которые тянут, притом, областные, сельскохозяйственные предприятия, производственные, которые тянут вот этот хомут всего остального, и которые непосредственно общаются с людьми на местах. Они понимают, что она непродуманная, несправедливая. Но то, как они себя повели, ну, я вот считаю, что большинство депутатов, мы просто не мужчины, понимаете? Мужчина – тот человек, который имеет свободную мысль и, самое главное, отставил. Они могли себя провести по-другому? А я бы просто встал, или я… Нет, я, будучи даже в «Единой России», я бы проголосовал против. Что я и делал, когда был во фракции «Единой России» в предыдущем созыве, и что не нравилось, например, там, предыдущему руководству. С какой скоростью, вы думаете, эта реформа пенсионная будет принята, и будут ли в ней действительно изменения, или все-таки будут предложены у правительства? Вы знаете, тут надо сказать, что, конечно, наше правительство федерально, оно изощренное, оно во время чемпионата, все продумано, все сделано, все тонко. Ну, тут можно было бы поаплодировать, и я понимаю ее необходимость. Понимаете, вот уже дальше деваться некуда. Примут осенью или нет? Будут там существенные изменения? Ну, то, что примут, нам деваться некуда. Раз, вот о существенных изменениях, это зависит в том числе от нашей с вами позиции. Вот то, что нам предлагают, просто тупо возраст, это неправильно. Должна вообще система поменяться, появится структура. То есть, мало того, как на Западе. Так поменяют или нет? Я не знаю. Хотите скажу, все зависит от принципиальности депутатов Единой России на всех уровнях. На всех уровнях? Все? На всех уровнях. Все, понятно. Депутаты не потому, что они большинство, они несут моральную атмосферу. Так или иначе, от депутатов Единой России они свое слово сказали, а депутаты от КПРФ, депутаты от ЛДПР, края категорически не согласны. От Справедливой России тоже самое. От Справедливой России тоже самое. Как вы считаете, в достаточной ли степени здесь уже наши интересы СМИ хочу учесть, потому что очень часто, когда идет обсуждение, к сожалению, жители города и области, они заняты чем-то другим. В данном случае многие из них заняты чемпионатами мира, другие заняты работой на дачах, не смотрят телевизор вообще. Летно же, в самый разгар сельхозсезона. А тут принимается вот такая реформа. А дальше, когда все это случается, люди говорят, мы не знали. Я могу сказать по очень близким и знакомым людям, учителям, которые, услышав впервые эту новость, реально рыдали в истерике, потому что понимали, что с их пенсиями специальными заранее не выходят. Теперь швах. И они считали, что все теперь автоматически на 8 лет единоразово будет продлен вот этот период работы, да, по предстоящему учреждению. Так вот, информационная работа с нами, с народом, о предстоящих изменениях, как она ведется, как вы считаете? Ну вот это, знаете, вот это... Или лучше вообще никак не вести? Нет, я с вами согласен, Света, этому нужно было идеологически готовить вообще любое повышение налогов, там еще что-то. Ну там 2, 3, 4, 5 лет. А нам, понимаете, нам просто дали по морде. Еще раз в очередной показали, что действующая федеральная власть, вот это, в частности, правительство Дмитрия Анатольевича Медведева, ну просто не уважают людей. Меня думают, что все проскочит, понимаете? Нас считают за быдло. И это очевидно. Нас даже не готовят. Окей, на уровне региона, на уровне города. Ну, на уровне региона, ну я думаю, что, знаете, у нас, вот, вятские люди, я люблю, мы добрые, хорошие, но нам бы нужно поактивнее, понимаете, попринципиальнее. Вот мужиков принципиальных, на кухне много я их называю, знаете, вот политическими, кухонными политиками. Они все такие, особенно когда выпьют, там это, это, это. Но когда дело доходит до реальных дел, мужики, а может вы начнете принципиальность проявлять? Первое, вот чего я говорю всем жителям, вы можете жить как мещане, там, в своих домах, там, в своих семьях, решениях, но ходите раз в пять лет на выборы в городскую думу и в ОЗС. И голосуйте за людей, которые будут принципиально отстаивать. Нам не нужны какие-то идеологические, здесь политические вещи. Вы сходили в этом году, 18 марта, проголосовали и получили. Ну, почему? Во-первых, пришли 20% всего лишь, 20, такого никогда не было, до этого было там 38%. Это пассивность, но, к сожалению, другого-то ничего нет. Я понимаю, что не верят, там, ругают и так далее, но приходите, потому что вот куча нормальных людей, которые не смогли попасть в городскую думу. Такие как Виталий Брам, там еще ряд людей, которые депутатов там, али... Окей, Виталику Браму привет. Алексей этот, Кузьминых, например. Да, и у Алексея Кузьминых, видимо, все-таки большие. А прошли какие-то, знаете, такие послушные, которым пофиг, которые даже, знаете, на комитеты не ходят, ни на рабочие группы никуда. Ну, вы знаете, большинство это Единая Россия, которые пришли по партийным спискам, знаете, ходят и даже просто не ходят. Вот, понимаете, вот. Переверемся на полторы минуты, у нас реклама и продолжим про городское хозяйство. Продолжается программа «Особое мнение». Здесь в эфире Светлана Занько и свое особое мнение высказывает Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы. Возвращаемся к городскому хозяйству. Илья Вячеславович Шульгин запланировал, я цитирую, резкий поворот от деградации территорий к их развитию. И дал Дирекции зеленого хозяйства и ДДХ неделю на разработку комплексной программы озеленения города. При этом, говорит Шульгин, программа должна включать в себя и мероприятие по структурированию территорий. Владимир Вениаминович, и это должны сделать люди, которые годами таких программ не писывали про структурирование, озеленение, не исполняли и не собирались, судя по всему, исполнять. Вот как же так? Еще Шульгин к этому сказал, что программа должна формироваться не по принципу, все равно денег не дадут. А я сколько здесь работаю на этой радиостанции, столько это и слышу, денег нет, мы бедные, денег нет, нет, нет. А по принципу проработки каждого мероприятия, говорит Шульгин, детальных расчетов и обоснования всех планируемых расходов. Не поверить невозможно. Вы верите, что за неделю такое возможно? Нет, я просто... Нет, конечно, они не сделают это. Почему? Вы правильно назвали причины. Проблема наших чиновников, они вообще ничего не делают. Они пофидисты. Причина, да с них никто никогда не спрашивал. Поэтому, но мне нравится подход Ильи Вячеславовича Шульгина, и зная его, он занимает принципиальную позицию, он добьется. Но к чему это приведет? То, о чем мы ему говорили. Чтобы сегодня в городе что-то сдвинуть, нужно все основные направления поменять людей. Потому что они годами сидели, в лучшем случае они бездельничали, в худшем они занимались коррупцией. Вот это причина. И сегодня нужно поменять, вот я бы вообще всех поменял, всех замов, все полностью почистить. Потому что эти люди, которые не способны создавать проекты, просчитывать их, ну и соответственно двигаться в этом направлении. Вот. Причина понятна. Не сделают за неделю. Эти не сделают, но... А что с ними сделать Шульгин в таком случае? Для него это будет причиной отставки этих людей и замены другими. Единственное, что хотелось бы... У нас не все кировские люди, вот такие неумехи. Просто до этого была такая кадровая работа, сами бездельники были возглавляя и толком не умели работать. Может быть и хотели где-то там в отдаленном своих мыслях, но не умели. Знаете, да. Хочет, но не может. И поэтому нужно привести новых людей, которых у нас достаточно. Навятки очень много талантливых людей как раз вот в управлении. Есть такие. Их просто не замечаю. Тащить с разных других регионов полностью, там 100%, ну это неправильно. Ну там, я понимаю, 5-10%. Но остальных можно сказать на месте. Окей, хорошо. А здесь еще обсуждалось, кроме зеленого хозяйства и структурирования территорий, в последние месяцы обсуждалось еще и генплан города, который должен быть присоединен, транспортная схема, на обсуждение которой общественников, я так понимаю, не позвали. Нет, на самом деле и то, и то обсуждалось. Я хочу сказать, что генплан нам нужен к 2020 году. И мы уже запланировали 14 миллионов в бюджете. Считаю, что это маленькая сумма. Единственное, что не нравится, и мы, Илья Вячеславович, это высказывались, и он это слышит, что в прошлом, по-моему, в 2002-2003 году делали генплан нижегородцев. Слушайте, у нас нормальные проектировщики, которые могут сделать, и они знают детали, нюансы. Понимаете, что такое проектирование? Это детали. И те нижегородцы, понимаете, раз сделали, и потом мы за каждой ерундой обращались к ним по телефону. Какой смысл? Есть кировские проектировщики, которые знают местные условия. Если у Илья Вячеславовича есть сомнения по поводу того, что наши там не знают всех последних тенденций, да есть отдельные люди, которые знают. И давайте соберем несколько наших проектных институтов, два, три, четыре, создадим пол и дадим работу своим людям. Что сливать все на сторону? Тем более, я убеждаюсь, мы покупаем программные продукты из последнего. Купили за 10 миллионов в Москве, люди пришли конкретно и сказали, слушай, это ерунда, вот наш проект, мы готовы его за миллион предоставить. Это что за программный продукт? А это связано с экологией и как раз с мусорсборкой. Это территориальная схема, что ли? Нет, это как раз программа, которая может обсчитывать, анализировать и так далее, да, по территориальной схеме. Программный продукт, то есть который, ну, который интернет-софт. Вот и все. Местные сказали, да мы за миллион сделали. Мало того, он на несколько голов выше, мы выиграли конкурсы там, 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 были на субподряде на таких уровнях там. В Сочи на олимпийском вот этой стройке. Их просто не знают. Проблемы нынешней команды, наверное, самый главный, Вячеславович, что он не знает местных людей и не слушает. И сказали, что отгородились, что, ребята, у вас все жулики, вы болото. Да просто это была кадровая политика. Я знаю, кто виноват в этой кадровой политике. В том числе это идет вот из старых подходов. А есть много мужиков, которые не просто на том же уровне, они еще лучше знают территорию. Мало того, они эту любят землю. И после окончания работы там на месте главы администрации, они останутся работать здесь. Они уедут обратно домой или в другой регион. Это очень важная... Я хочу сказать, что, во-первых, Киров-Гипрозем выигрывал конкурсы. И в том числе по мусорным заводам. Они там бронзовую медаль заняли. Их никто не привлекает. По генплану они могут сделать. Есть гор Кировот проект. Есть там Граждан проект. Этот один пол можно создать на базе у нашего авиатского технического университета. У Пугача там. Собираются по мусору какие-то. Но их никто не слышит. Чиновники не слышат. Они же давно экспертны о своей вещи. И вот тот коллапс, который с мусором собрался, они еще трясли 6 лет назад. Но власть, наши министры просто их не слышат. Сегодня вот Киров-Гипрозем четко говорит, ребята, я могу создать современный генплан. Поучаствовать и сделать его. Мало того, и усовершенствовать, и скажу, что на уровне не хуже, чем... А что по факту происходит? А почему-то сейчас вот Ирина Васильевна Рубцова тащит нижегородцев опять. Ну, Илья Вячеславович, он пока не определился с этим вопросом. Он соглашается с моими словами, что да, Владимир Ильич, потому что... Потом, генплан это рабочий инструмент, нужно каждый день. А что, по каждому ездить в Нижний Новгород? А проще ли вызвать здесь местных? Доработать. Так они готовы потом, например, какой-то проект мыть. Это живой инструмент, генплан. Можно дорабатывать и так далее. Прямо здесь, на месте. А какие-то вопросы, это бы даже без денег решать. А там нижегородца скажут, ребята, вы заплатили, мы генплан сделали. Любая консультация, любое еще что-то, давайте платите деньги. Это естественный процесс. Мало того, глава администрации обязана создавать рабочие места, при том, проектирование это интеллектуальный труд. Извините меня, мы должны создавать здесь. Или получается, как бы, вот перефразируя родителей, то есть мы будем развивать чужих детей, а на своих собственных плюнем? Это неправильная позиция. Я всегда буду за то, чтобы мы лоббировали интересы местных бизнесменов, производителей и так далее. Вот и все. Это нормальная политика. Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы, в студии нашей радиостанции. Это его особое мнение, вы слушаете. Компания «Макси» ищет в Кирове участки для строительства новых магазинов, сообщает наши коллеги, аспортала бизнес-новости. Компания «Макси» для справки строит большой продуктовый гипермаркет на перекрестке улиц Московская и Солнечного проезда. Ну, там кирпичный еще перекресток. Бывшая, кстати, база спецавтохозяйства, которая мусором занималась. Да, да. Мы видим, как идет строительство, хорошо все видно. Забор, кучи песка есть, вырубленные поросли на лельчинке тоже видно. Оказалось, это нам коллеги сообщают, что в планах компании открыть еще двух-трех продовольственных гипермаркетов у нас, а также нескольких супермаркетов. У меня только один вопрос пока что. Что будет с местными сетями? Потому что, когда заходили «Пятерочка» и «Магнит», очень много об этом говорили, о том, как будут существовать магазины у дома, а потом пришли еще в Брестоле черные и белые, или красные, я тоже не помню. Вот. Теперь «Макси» заходит с гипермаркетами. Выживут ли местные сети и местные магазины у дома? Ну, давайте вернемся, когда несколько лет назад «Магнит» и «Пятерочка» заходили к нам. Давайте посмотрим, как приорегировали Татарстан и Нижегородская область. Они сказали, ребята, первый год вы должны 25% продуктов там, не только продуктов питания, но и всех продуктов нижегородских. А, это когда эти компании заходили в Нижний Новгород и в Казань. А через 4 года, я знаю, что в Нижегородской области должно быть до 75%. Ну, что там руководители «Пятерочки» и «Магнита» сказали руководителям губернии Нижегородской. Ребята, у вас нет таких производителей? Он говорит, а вы с своих партёров затаскиваете. Если это шампунь, нет в Нижнем Новгороде. Пусть открывают филиал производственный здесь. То есть, таким образом, это и есть экономическая политика власти. И у них это произошло. Как на сегодняшний момент, я не знаю, но когда приезжаешь в Нижний Новгород, я вижу там куча товаров местных. Мало того, в Татарстане такая же ситуация. Я как производитель продуктов питания, мы много раз пытались зайти и в Нижний Новгород, и в Пермь, и в Татарстан. Наши ниже, качественные молочные. Но нас туда не пускают. Открыто там идёт лоббирование. Да, оно незаконно в федеральном уровне. Но оно существует. А к нам идут все, кому не лень. И вот этой политики, к сожалению, от чиновников, не такого уровня, а не высокого. Они должны лоббировать интересы. А почему это вы призываете? К незаконным действиям, что ли? Почему? Это вопрос, во-первых, вопрос договорённости добровольных. Вот смотрите. И Лукойл, там, движение нефтепродукт, пятёрочка, магнит. Вот скажите, в каких больших социальных проектах, я говорю, сообразным инк доходов и оборотов они участвуют? В Кировской области? Да. Ну, я знаю, первый проект Лукойла, в прошлом году они договорились о подъёме дендропарка, и даже деньги перечислили сразу же. Но пока что там движение... Сразу вопрос, о каких суммах идёт речь. О миллионе. Миллион рублей. Слушайте, ну это смешно, это маленькая компания может дать. А я говорю, вот они должны были взять, это переговорный процесс, финансирование футбольного клуба «Динамо» и «Родины». Например, «Родину» хоккейный клуб мы отдали «Лукойлу», движение «Нефтепродукт» взяло футбольный клуб «Динамо». Бюджет футбольного клуба «Динамо» 20-25 миллионов рублей, а бюджет «Родины», если она остаётся выше лиги, там, 150 миллионов, если она играет на лигу ниже, там, ну, вот, может быть, там, 50-70 миллионов. То есть, вот, как согласно тому, что говорит Шульгин, резкий поворот от деградации территорий к их развитию, там, 180 миллионов, которые требует «Родина» на год, и 20 миллионов «Динамо» будут способствовать, 200 миллионов взять больших компаний, бросить на эти клубы, это будет способствовать развитию территории. Погодите, но спорт в некоторой степени, это двигает регион, понимаете? Почему в других... Эти два клуба двигают регион? Ну, мы взяли только спорт, я хочу сказать... 200 миллионов туда, ба-бах! Ну, во-первых, ни своих денег, ни бюджетных, и мы не собираемся там сокращать налоги для этих компаний, это переговорный путь. Давайте вернёмся к компании «Макси», пожалуйста. Ну, я хочу сказать, к компании «Максима» обязательно поднимем вопрос по, там, говорят, в проекте, они должны были за свой счёт благоустроить бетон, люльчинку, речку, мы это проверим и вынесем обязательно вот на рабочей группе в июле. Там деревья даже какие-то рассчитывали. Да-да-да, то есть они там, парковую зону, там чуть ли даже не скамеечки, там... Судя по тому, что пишут коллеги, «Макси» теперь делает круглые глаза и говорит, что нет, такого не было. Правда, городская администрация подтверждает. Ирина Васильевна Рубцова, архитектор, подтверждает это. Давайте мы разберёмся с этим вопросом. Я считаю, что власть должна требовать, ничего страшного. Что случится, возвращаясь к моему первому вопросу относительно захода компании «Макси», продуктового гиганта, что случится с нашими сетями, с местными? Вы знаете, как должна вести власть? Во-первых, и по закону, и так. Мы должны ровно ко всем сетям, у нас в данном случае, ровно в данном случае, но требовать со всех сетей, чтобы кировские производители, как продуктовых, промтоварных товаров присутствовали. С продуктами мы поняли. Промтоварные такие же. Я спрашиваю конкретно про местные магазины. Что с ними случится с приходом вот такого большого ещё? Но вот, вы знаете, эта проблема глобальная. Знаете, как она решается в Германии? Я стою за такой подход. Они выживут или нет? Погодите, если мы на уровне муниципалитета примем закон, который позволял бы большие сети работать уже до 6 часов, а маленькие магазины до 22, вопрос решается. Это в Германии, в Европе есть, в Польше, в Болгарии. Давайте примем такое решение. Все сети крупные работают до 18 часов. Мало того, мы за счёт этого можем регулировать. Ребята, если вы будете так работать до 18 часов, красное-белое, оно торгует однозначно алкоголь, табак. Оно травит нас. Теперь уже продают, позиционируются как магазинного дома и начинают продавать хлеб, яйца. Погодите, а где не поддерживают, например, какой-то, может быть, детский спорт? Где не заниматься? Так вот эта власть требовать должна, понимаете? Если бизнес, он по своей, заточен так, если с него не требовать, так он и налоги платить не будет. Это позиция власти. То есть, во-первых, резюмируем, время заканчивается. Местным сетям дать возможность работать в то время, когда не работают большие федеральные сети? Нет, не местным, а маленьким магазинчикам, маленьким, мелкому бизнесу. Это в основном местные, да. А на «Глобус» как бы вот они пускай как все федеральные сети? Ну, я считаю, да. Так, хорошо. Во-вторых, наложить печать социальной ответственности на большие торговые, ритейлеровые сети, неважно, продукты или нет, чтобы они какие-то проекты поддерживали в регионе. Конечно, при том, глобальные. Глобальные. Важные и дорогослужения. 100, 200, 300 миллионов. Побольше надо взять, побольше. Я, кстати, хочу сказать, вот как раз сеть-то «Глобус», она социально более ответственная. Мало того, и в ней больше всего местных продуктов замечательных, хороших. Они знают местную ситуацию. Так, это была программа «Особое мнение». Своё особое мнение сегодня высказывал депутат Городской думы Владимир Журавлёв. Меня зовут Светлана Заньков. Всем хорошего дня. До свидания.